Ребята, всем привет! С вами Лидия Ильчук, лайф-коуч по благополучию, и сегодня я немножечко расширю тему по идентификации себя. Почему я хочу расширить ее? Потому что есть еще сферы влияния людей на людей, родителей на детей, друзей на друзей и всех нас друг друга в обществе. Почему это так важно осветить? Потому что мы становимся частью проблемы, которую мы хотим решить со своими мужьями, со своими детьми, со своими друзьями, даже не задумываясь об этом. О чем я сегодня хочу поговорить? Я хочу поговорить с вами о силе ожидания от другого человека. Почему сила ожидания имеет место быть и вообще имеет такую силу? Я приведу вам сейчас несколько жизненных примеров и один пример от американского психолога. Когда, что произошло совершенно, наверное, где-то месяц назад. Я разговаривала с одной мамой, ее ребенку 14 лет, но он играет с детьми младшего возраста, и она о нем думает, что его развитие, его мозги, он у меня вообще, он у меня как 10-летний. То есть она конкретно о нем так думает. Что происходит в этот момент? В этот момент у нее есть ожидания по поводу него. Точно так же и когда мы говорим на своих детей, да он у меня неуклюжий, он у меня стеснительный, он у меня такой, 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 такой. Это наши ожидания по их поведению. И знаете, что они будут возвращать нам? Они не будут возвращать выше результаты. Они нам будут возвращать ровно такие же результаты, которые мы ожидаем от них. То есть, если вы думаете о своем ребенке, что он у вас слабый, и постоянно об этом говорите, он будет показывать результаты слабого человека. Если вы думаете, что он глупый, он будет показывать результаты глупого человека. Как это доказано? Доказано многими, многими, многими экспериментами, Но один из таких запоминающихся, в 1960 году, американский психолог Роберт Розеншталь, проводил такое интересное исследование, когда он объявлял учителю в школе, что вот эти вот дети очень талантливые, очень талантливые. Эти дети, которых он называл, они были выбраны случайно. Они были обычные дети. Но учителю было сказано, что они супер талантливые. Чем закончился эксперимент? Эксперимент закончился тем, что именно эти дети в конце года показывали самые высокие результаты по тестам, по экзаменам, абсолютно по всей школьной программе они показывали самые высокие результаты. от них ожидали, что они супер талантливые. Идем дальше. Такой же эксперимент провели и с крысами, когда в лаборатории объявили о том, что вот эти вот крысы более развитые, чем остальные люди, люди, которые работали с этими крысами, в конце определенного периода говорили о том, что крысы более интеллектуальны и лучше проходили лабиринты и задания, которые были сделаны для них. Потому что люди, которые с ними работали, им было сказано, что эти крысы интеллектуалы. Они ожидали от них такого же интеллектуального поведения. Стандарты были завышены. И они показывали, опять-таки, высокие результаты. Это очень важно понимать и знать, когда мы общаемся со своими родными, когда мы общаемся с родственниками, когда мы общаемся со знакомыми, когда мы общаемся с детьми, когда мы общаемся с друзьями. Если мы ожидаем что-то, неважно, хорошего или плохого, этот человек будет отображать наши ожидания. Если, например, мужчина подходит знакомиться к женщине, заранее зная, что она ему откажет, она ему откажет, потому что она будет отображать это ожидание, потому что он влияет на ее ответ. Если вы подходите к начальнику за повышением заработной платы, но при этом вы знаете, что ни в коем случае вообще нет никаких оснований или да он такой жлоб, он никогда не пойдет на это, естественно, ваши ожидания будут оправданы. Если вы думаете о своем муже, какой он, давайте скажем, какой он замечательный, какой он заботливый, конечно же, он будет заботиться о вас. И он будет замечательным мужем. Если вы думаете о муже, какой он, не буду произносить слово, он будет оправдывать ваши ожидания. Это очень важно помнить, когда мы думаем о другом человеке. Поэтому даже для себя попробуйте провести эксперимент и в какие-то моменты думайте о человеке лучше, чем он есть. И вы увидите, что ваши ожидания будут оправдываться. Я очень верю, что это видео оказалось вам полезным. Используйте это знание и думайте о других людях еще лучше и еще лучше, для того, чтобы ваши ожидания оправдывались. Но самое главное, вы будете влиять на то, что будет происходить в вашей жизни. Вы будете и улучшать их, и будете улучшать свою жизнь, потому что они находятся в круге вашего влияния. Пока-пока!